Конференция «Справедливая Россия» собрала более 100 участников со всего края. В ходе тайного голосования делегаты партии утвердили перечень кандидатов в законодательное собрание Приморского края. Это 20 по одномандатным округам. Кроме того, сформированы и региональные группы. Первые места общего списка возглавили депутат Государственной Думы Олег Финько, промышленник Иван Тирских и недавно избранный лидер приморских справороссов Алексей Козицкий. Это люди, которые занимаются малым бизнесом. Это представители рыбацкой отрасли, это горняки. Наши кандидаты сегодня приехали из Дальнегорска. И все могу сказать абсолютно точно, у нас нет каких-то там звезд, у нас нет специально приглашенных свадебных генералов, у нас нет олигархов, потому что наши кандидаты это по-настоящему, это истинное приморье. Все кандидатуры согласованы с местными советами и одобраны Центральным Советом. Помимо известных политиков края, пришло много молодых, инициативных людей. Теперь у кандидатов начинается горячая пора, встреча с избирателями. Для Александра передние. Это уже не первые выборы, и он точно знает, что от него ждут. Пенсии должны быть в два раза выше общероссийских по стране. И естественно, тарифы в коммунальной сфере, связанные с тем, что мы живем в сложных климатических условиях, должны быть наполовину продатированы государством. Выборы 18 сентября Законодательное собрание Приморского края обещают стать самыми жаркими от каждой партии. Идут известные люди, которые годами заслуживали доверия приморцев. И только справедливые выборы могут решить реальные проблемы. Елена Штейникова, Александр Каноненко, Панорама.